здравствуйте друзья снова мы в моем любимом месте вот из него видны чудеса и одно из чудес называют супер чудеса ну давайте оглядимся вокруг просто так пока сейчас вы поймете к чему я клоню как от чудес переходить супер чудесам вот и заодно маленькая все-таки посмотрите сейчас надо умудриться увидеть умудриться увидеть вот там крутится 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 ага вон она красная среди желтая видите это вертушка крутится хорошо кажется она спасла урожай она в одном метре от от шелковицы стоит 80 рублей издали не знаю видно вот даже наоборот лучше будет видно вон она дергается так вот это просто совет пригодится кажется она спасла мой урожай шелковицы молодые шелковицы тоже чудеса вот весной позаву летом июле позапрошел года были укаленены под бутылками уже вот сейчас проданы видите ямки эти остались навсегда вот эти вот потому что я то единство шелковицу уникальную саму морской кумире просто и уже изуродовал так абрикос рядом с сак этим с патриархом которому исполнилось сорок лет юбилей который на сороковом году жизни дал 40 ведер представляете какие чудеса фотографии вы видели это то что сплошной ковер разные даты и каждый раз помощник с ведром то есть убиралась дома с 10 ведер убирала здесь ведер убирала здесь ведер а потом и считать перестали его супруг амур сеянцевый то есть непривитый вот эти у нас со мной а вот это монетоба канада теперь разговор пойдет о патриархии его наследниках вот но мы к нему подойдем поближе когда скоро значит горлевский абрикос не пошел начале он прекрасно рост давал плоды до 100 грамм ну 90 точно потом появилась эта беседка вот она он оказался в тени у него появился так называемый млечный блеск на листьях он стал болеть и только там где он высунулся на выше крыши этой же беседки там он более-менее листья нормальная и хоть какой-то урожай дает и выпиливать жалко вот ну судьба у него такая его от солнца закрыла беседка интересно что ладно уже разговорился про абрикосы говорим с этой стороны беседки амур плодовите шайдеева урожая такие что мы ни разу не смогли сосчитать сколько ведер за 20 это сто процентов за 30 год или два было вот интересно что у нее одна ветка вот она она легла на крышу и когда здесь с лестницы мой помощник собрал три ведра с одной ветки там на кровле оставалось еще три раза больше то есть одна эта ветка только вот эта вот которая нас глядит дала больше 10 ведер ладно ну это все ближние чуть дальше расположены это абрикос от бродского он я их садил косточками у него оказались странные листья его отсадил что участка сюда отдельно вот этим культурным вот амур вот смотрите вот артем королевский и несколько непривитых ну тоже монетоба в общем вот такое окружение все они друг другом занимаются любовью теперь подходим ближе к этому тема все ближе к абрикосу который я назвал патриархом сейчас объясню почему ну скажу что его для как сказать для для заманивания вас скажу что его потомки непривитые дали уже плоды от тридцати до сорока и где-то до пятидесяти грамм вот тут вот за эти вот зеленым два желтых вот те желтые то есть непривитые о них рассказывал я сука сел конечно урожайчики были маленькие двадцать пятьдесят штук поэтому но все-таки для потомка прямого ланджурского абрикоса это извините уже сенсация они то не привитые значит влияние второго родителя велико согласитесь вот и наконец сейчас подхожу главной теме сегодняшнего дня я вас интриговал ну понятно что имели аморальное право учить вот большинство учителей никогда ничего не выращивали ну допустим преподаватель это считается что такое преподавание преподавание это самое передовое должно быть то есть еще нигде только где-то проявилось какое-то изобретение открытие они превратились в реальное в сахар в это урожай огромные плоды красивейшие в глюкозу которая это дерево перенасыщена и так должно быть на самом деле детский садик школа университет аспирантура и самое грамотное самое толковое остаются за редким исключением я вас знакомил с одним исключением запомните еще раз авиний член сана за редким исключением которая шестой год все еще практика у нее никак в саду железово не закончится ну никак и тогда большинство из них не выросли в ни одного дерева ну разве что попытки на дачах и то как правило не успешны потому что их привать то толком не научили в университетах и вот он преподаватель и преподает то что помните разгорелся большой целый скандал с оскорблениями стенка на стенку мы любители против супер профессионалов кандидаты наук вот термины помните какие у меня шикарное образование тут и такой металлурки вроде того что это а при том что вся и как бы назвать вся селекция и главное что ссылка на то что железово не знает генетику и вся генетика это отрезать длинные толстые ветки то есть не длинные а нижние толстые ветки из увечья дерева вот на этом и кончается и генетика и вот тогда случилось следующее я понял одно абсолютное большинство преподавателей отстали ну ссылки то были на 30-е тире 50-е годы это значит прошло восемь сто лет потому что те ссылки еще ранее ссылки были нет генетики на генетика уже наука нету и все похоронили вместе с лысенко вместе с мичуриным и тех похоронили и это похоронили и вот тогда мы оказались волшебном саду где такой задачи не было поставлено но я считаю я железо объясняю что я имею право моральное вырастив абрикосы за 100 грамм вот получил урожай от 10 до 40 ведер из дерева вот со слезами спилив не больше 20 30-летних и деревьев которые не собирались умирать потому что еще в 2022 году они дали эти 10 20 30 40 ведер вот и наконец случилось следующее почему я вас подводил к этому вот когда я увидел в этом году что после прошлогодних сорока ведер вот это дерево патриарх оголила ветки половины веток голых я взял и в отчаянии сказал все я его выпиливаю вот но честно до выпиливания в речь бы сразу не дошла потому что я же еще учу омолаживать но я это слово не стал расшифровывать и наверное хорошо это сделал почему обычно на мои а у меня их уже несколько тысяч фильмов под ними количество комментариев 0 вот смотришь такую дурь это самую знаете как одну ветку на ветке больные листья так кусочек штамба на штамбе раны и столько советов дури несколько десятков это за каждый совет свой а в сумме получается нужно закупить весь магазин который имеет отношение к этим плодовым деревьям вот это есть и тут какая-то я считал какая-то раз молчат угрюмое какое-то молчание может со мной не согласны и вот случилось чудо ребята я подвожу вас к этому когда я взял и сказал что я выпилю это дерево я не расшифровывал что омоложение а через несколько лет выпиливание я не расшифровал несколько человек писали следующее умоляем не выпиливайте умоляем то есть судьба этого дерева людям оказалось близка к их сердцу не аж когда я читал такие или слышал звуковые призывы у меня слезы в глазах стояли вы представляете но это еще не все это еще не все надо как-то сделать чтобы шелковица не мешала любоваться этим деревом ну вот так вот мы сейчас подойдем к нему еще раз почему потому что нашлось пока три человека и они сказали первое это понятно чешникова это волшебница равны которому если есть стране то не больше десятка человек вот по какой-то волшебной руки вот волшебный голос волшебный сад и тогда она первая сказала а вы мне валерий константинович мне вырос кажется она назвала цифру 300 чем-то ваших подвоем то есть сельцев а этого же манжурского абрикоса пришлите мне несколько веточек то ли она пять упомянула вот именно с него я привью получается его на его я хочу сохранить его потом все чистом виде ну понятно был длинный разговор пришел сюда еще раз сейчас подойду подошел к этому абрикосу вот нижние ветки видите они позеленее вот они моложе потому что когда верхушки начали отсыхать вон они когда они начали отсыхать тогда появились новые ветки с нижней части и даже есть те которые пустанковаты надо прививку гадный гадный и вот я все это объяснил так но я еще объяснил одно чистого все равно не получится вот с один супруг они же цветут практически одновременно сеня самура вот второй супруг это манитоба с этого с канады чуть дальше вот он королевский вон он королевский ну пусть подальше немножко но пчелы говорят 300 метров для них не расстояние как это это самое собаки бешеные 100 верст так 300 метров для пчел не расстояние поэтому участвовали все получилось следующее и так еще раз упоминаю ваулина есть его отчеты на конференции есть его реферат и там фотографии молодых сеянцев деревьев они были выкопаны мною 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 вот отсюда вот кстати видите еще сеянцы вон они вот-вот-вот это тоже сеянцы только они никому не нужны так вот значит тогда и кстати вот тут они бы такой густотой как вот эти вот вот эти вот несколько они бы с такой густотой покрывали бы сотнями вокруг потому что вы так никогда не ни разу не смогли собрать все весь урожай такое набильный вот но коса работает это просто сохранилась уже рука не поднялась коса и вот там несколько штук еще живы вот и вот тогда тогда получилось следующее за ней загречикин загречиш никовой татьяна и которая называет своей дочкой духовной вот еще два человека сказали нам нужно мы хотим тоже сохранить я тут я у меня слезы на глазах неужели я не один я не один наконец-то вот и вот получилось следующее это дерево не будет спилена не будет по крайней мере на ближайшие годы сейчас объясню почему вот потому что следующие фильмы длинные фильмы что делать не любите не любите сейчас отключусь подойду к нему и продолжим дело в том что его потомки десятки уже не косточек уже десятки тысяч сеянцев вспомните 308 сеянцев только в одной гречиш никовой десятки тысяч сеянцев однолетние двухлетние пятилетние десятилетние и двадцатилетние разошлись по всей россии пример этого самого воулина все-таки директор института мясского вот это часть челябинского университета это вам не хухры-мухры вот фотографии вот цифры вот агротехника железов который он правда забыл сказать что это железово вот вот сеянцы железово забыл сказать что не железово но все-таки я его использую его авторитет почему фотографии все потомки два раза в среднем крупнее чем мажорского абрикоса патриарха два раза все съедобные все вкусные он их называет сладким я называю на всякий случай ваулин директор я называю их на всякий случай съедобными вот кислинка у некоторых есть и тогда он свою роль выполнил потому что последнего его когда было где-то лет все скажу в 2007 году у меня есть фотографии 30 ведер на этом деле 2007 сейчас 23 значит 16 лет назад уже 30 ведер давал потом два ведра 5 20 0 никогда не давал вот и того получились десятки тысяч косточек и они разошлись по стране и еще у меня 100 100 трехлитровых банок которая ждет наука вернее так они ждут науку они ждут счастье они ждут когда будут посеяны высажены а наука там даром дадам 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 цар сулёжа на боку горький конец этого фильма опять горький 100 банок трехлитровых скос с сыновьями маньчжурского абрикоса сыновьями они везде и всюду 20 из них 30 летних выпили на мной вы видели как их выпиливали я надеюсь что вы также хватали за сердце вот и выпиливали не от того что они в отличие от этого патриарха ладно его судьба осталось немного но я сейчас расскажу что такое омоложение вот но те то выпиливали сразу после урожая 20 30 ведер это что угасание вот так вот ребята вот такой горький фильм но горький вот он горький но три человека сказали мы продолжим их род чтобы у них сеянцы именно маньчжурского абрикоса из под него им там может быть год два три и а может и больше может скелет привьют и главное что веточки с него же и это последние веточки могут быть вот и теперь мы идем к нему и продолжим этот разговор это не просто разговор ребята это настоящая наука настоящая почему и дело не в том что это просто вот у меня раритет у меня маньчжурский абрикос привитый маньчжурский абрикос я такой крутой у меня раритет и что да первое ваз 21 первый который был создан на этом самом нашли его недавно и заплатили хозяину вот это рухляди миллион рублей а здесь вы понимаете сколько даже стоят они которые дают сотни ведер и уже не только у меня сколько это добра ведь поселки улицы скверы вот все дачи все до всех они должны быть а мы все в своем кругу и никак не можем выбраться из это чуть не сказал грубое слово первая серия закончено не прощаюсь с маньчжурским абрикосом